видно это так получше маленькая какой-то как пережженный ты весь это может цвет из-за этого может быть я сделаю я сделаю загородил так лучше нет нисколько такой был такой остался как песни поется да да ну ладно на это не обращай сильно внимание садись дело вот какое ты еще то там просил из прошлого что у нас тут когда каждый день там выставляет беседует я так понял я стал искать я же все записываю но у меня мою аппаратуру у меня же стационар ты видишь видел процессор стоит и проще виктор брал и говорит промывку сделала там много накопилось это неладно но я готов не пропадет ничего нет пропало очень много записи такие были аудио и видео и вот эти вот у меня один файл на весь год это примерно 7 с половиной тысяч страниц вот я сейчас там поковырялся где такое что нашел сбросить тебе да буду благодарен я там то есть такие небольшие но нигде еще не могу найти ну и который сейчас идет до этого месяца тут уже длина 4000 страниц на это год ну все туда так я тебе там кое-что писал так ты не торопись ничего делать ты там где-то находи работу вот я когда здесь был ты знаешь как меня дома отправили я же не хотел учиться то никак пошел пасти лошадей на коне верхом я с детства это знаю а отец меня 3 рубля дал и сказал идея учись билет 232 30 осталось 70 копеек на 70 копеек я должен квартиру найти платить ее сдать экзамены покупать там что надо книги вот как работать мы были еще в семье 10 ребятишек отец инвалид войны без руки ну я что бегал на вокзал помогал кто-то чемодана поднести надо там пассажирские вагоны я вижу там одна женщина она мне обязательно что-то даст вот где-то кому-то как-то у кого на работе на квартире было он скрепи рис там работал на угольном загружали они там вагон или еще углю а такие свободные дни у сутками работал он рыбачил но у меня товарищ был когда я учился уже в техникуме мы ходили рыбачили однажды даже танец дикарей устроили камыши стоят вот так вот тут дорога идет мы по дороге прошли ну там к попал от карасика 2 я говорю карась любит зарываться давай мы коля еще раз назад пройдем когда прошли назад там по я не знаю сколько взяли прям кучи карасей больших мы их разбудили они поднялись и уплывать то не охота им но мы это сдавать то плясать как робинзон круза так вот я к чему все это говорю что привычка до зарабатывать где-то кому-то что-то сделать дрова попилить но мы вдвоем были допустим братья мы находили работу и поэтому ты хорошо обдумай когда быть куда идти у тебя большой тормоз родители не не просто они тебе тебе не мешают они хотят чтобы ты была рядом ты убеди их чтобы они тебя отпустили а раз не отпускает не надо ты потом мои слова попомнишь ты себе этого не простишь никогда еще говорит отец у него здоровый чем совсем здоровый или нет или мать тоже какая здоровая отец у меня еле ходит ну так вот мне говорят вы говорите а он не может я говорю я не решаю ничего я совет даю я знаю что дальше ты будешь сожалевать ищи там добивайся чтобы два выходных было два суббота тебе нужно суббота и где-то с кем-то быть там говорят это еще не препятствия ну кто они такие так ты сказал что блинами бросается я знаю то они окажем шагу будут говорить это мне это не дело дальше работает нет там кран смотри будь осторожен где нельзя под тяжестью находиться там и не стой я строитель этим могу дать советы это хорошее дело быть строительным работа всегда везде найдется особенно опасно колодцы копать смотри не бери за это дело вот у меня взять родной сестры мой муж но специалист такой хорошая а когда стал копать а там плывун наткнулся его как взвинулась только закрещал господи прости и все и так его не через несколько дней только откопали вот какое дело то он сбегается эти бетонные кольца стоят то они поползли вот так вот все он там куда он никуда они его видимо перерезали это опасное дело я сам колодцы копал не один раз и знаю но у нас этого нет у нас глина там есть место не изменится тут за все надо смотреть глазами знающего человека ты там будешь что-то можешь не можешь спрашивай записывай придешь дома в интернете посмотри по википедии что делает как делают и старайся лучшие варианты избирать что-то в работа топором я вот приехал волгоградскую область однажды а там дома рубят из дуба а дубка то твердо такое дерево я приду вот так вот у меня руки то целый день топором его надо сделать четверогранным вырубать не пилили почему и пилили не знаю я сильно там надорвал руки это как вот на бетон долбил на отбойном молотке шахтерский молоток такой то это вот такой целый день трясет то есть это немножко еще может день день два потом не надо это все отражается потом это он мозг там сдвигается или как я не знаю но ясно дело что вредно если надо совет спросить я тебя постараюсь подсказать какая бывает дороги где-то делают дороги но там они компаниями приезжают с юга люди к этим не пристанешь крышу когда кроет тут надо к очень осторожен ни на что не надеяться чтобы обязательно была привязанная лестница и веревка за тебя была с той стороны ноги так крепится не надеясь что там человек держит держит а дальше чтобы закреплена было упасть легко и когда на крышу идешь сначала внизу посмотреть даже падать будешь в один этаж это не смертельно штаб там не отмостки не было ничего если на ноги приземлишься еще там три метра а если там железяки разные лежат они проткнут тебя будь внимателен ну вот и все хотел сказать что я такой ленивый 0 это она изгоняется трудом поэтому от этой лени только можно избавить труда вот это последнее дело если я прораб я прораб у меня несколько точек строительных было 5-6 мастера на каждой есть а прораб я один которому все подчиняется наряды закрывать там столярки это все мне принадлежит а я с 20 лет еще спрашивать зеленый еще только на бумажке все рисовал то ну и быстро пришлось набирать все время спрашиваю когда научиться учить будут как обращаться с людьми этому не учат вообще я это сам должен был как-то выходить и вожжу распускать нельзя и лезть и нельзя тем более направлено работать строго режимный лагерь а там такие отморозки что с топор на шею повешают так меня в армию когда брали я не знаю как готов был военкома поцеловать видит его как то я к тому что я вот рассуждал все-таки насчет приезда да там к тому же головачу я понял что вы не благословляете это делать потому что я ленивый кому это такой нужен никак вот у меня работа допустим полы настилать двери вставлять там окна вот она устроительная просто стены у меня выработка всегда было двести восемьдесят триста процентов это понимаешь то есть норма какая мужику есть так я за трех мужиков печь и делал вот она там все время смотреть какой способ быстрее как лучше как затирать как отдавать как ответ то есть я все время выгадывал минуты буквально так получалось и конечно деньги если тебя на работе уважают и если ко мне дают в пару кого-то и он ткан а бы как я его сразу выгоню зачем он не нужен я один лучше буду работать просто поймите я же городской ну городской все городской все это не нет этого зависит это это внутри человека как так я плохо буду пахать я не посею не посею значит еще не это змея игорь барабаш у нас старосты деревни как работает как терентий я у них снимал когда с ними там на комбайне купил комбайн 10 миллионов а 10 миллионов это это уже деньги вот так и теперь у него второй склад ты видел какой второй склад устроил он даже еще не делать игорь хотел склад делать он давай со мной советовать вот какая местность я говорю вот так то так то и он сразу я говорю он колышки вставляет какой длины будет и сам посмотрите то есть он спрашивает совета раз совета спрашивать дело состоится и он откуда брать стал где-то там глину далеком у нас такие силосные яма вот оттуда возил здесь этот разравнивал я в курсе всего этого дела наши ребята вот эти фермы которые соединительные помогали там андрей иосиф он то тоже ничего не знал с нуля все начиналось а смотри как у него получилось ладно сейчас нет в общем у меня сейчас предстоит выбрать мне что делать потому что здесь официально они не оформляют все это неофициально идет то есть никаких пенсий ничего не можно не рассчитывать уже нет если я на это я никогда не шел обязательно я допустим закончил строительный техникум пгс промышленное гражданское строительство это входит в стаж я в армии служу это в стаж идет это закон такой государства я же не виноват где-то ну и куда меня направят я же не знаю но так как семья вся пролетарская а в то время за этим смотрели и меня направили работать в органы мвд министерства внутренних дел а это значит и что-то там и вот я там был строго режимном лагере город иркутск птичкина я когда уже разбогател то есть книгами стал богатая туда вот когда мы ездили я им там библиотеку целую создал поехал книгами мне кто где помогал я их на конце света найду чтобы отблагодарить и меня бог еще больше благословляет как походили там по лесу где я был там один был пузатый милиционер у них удачи на то я помогал на лошади ему дрова подвозить ясно что он помер уже я там одна нашла женщина которая все помнит и говорит про меня дескать я вроде бы в армию не шел а там меня судили я груни в армию я не шел все же не пошел бы в армию ты я в армию пошел это для меня до того легко было они там стонут а я все время спортом занимался мне это нужно нет стрельба это любимое дело они куда попало пули летят а у меня 99 100 пуля в пули садится я же террористом хотел быть именно для меня армия было это как будто прогулка какая хотя не знаю почему этот мы с детства работали пять лет уже на поле с отцом пасли заворачивать вести мы знаем какое время когда напоить это все откладывается я благодарен что семья была большая и приучали работать в огороде мы все сами делали а матери некуда она на ферме двенадцать коров три раза подоить вручную он сегодня одну подоит это скособочет его а вечером баба идти клеветон крутить такая большая машина и вот так вот руками с той стороны баба стоит с этой вдвоем крути там решета вот так машины пшеницу просеивают и дальше они уже луна взойдет они тогда на ворох пшеницу упадет это уже сон дома уже не идет на ворохе пшеницы мать проснется смотрит орион газе это три звезды они их называли кичиги бабоньки часов ни у кого нету не было мы даже не слыхали что смотри-ка уже надо идти коров доить потому что выгонять утром рано и надо свою корову подоить в козе а свои отец инвалид и ее мать еще 90 лет к наша матчу дело так сегодня тут я не знаю сколько надо будет женщин чтобы это не все могли сделать еще и помолиться надо представь себе 10 ребятишек 5 мальчишек 5 девчонок это всех надо одеть на будет накормить и зимой и летом это просто вот так в общем в общем в чем еще минус с этими людьми что они сами не очень квалифицированные рабочие да прораб прораб из новосибирска который он мне сейчас позвонил я тебе третий вариант даю можешь ко мне приехать на месяц а он очень профессиональный быстро учишься николай тебя видно у меня как кошка лежит хвост свешила его смотри я пальцем показываю а я тут это у меня перевернут телефон я не вижу нет но я могу посмотреть зайти туда вот она у меня тут туда рукой показываю она лапы лапы свешила и хвост это поля вот у нас не боится упасть это у меня три этажа как на скворечнике ну что я счете на сына скоблел тебе скину сейчас у меня первый вариант это пойти работать по своей специальности там работа не греховная ну хорошо путешествия ходят да это первое там нормальная хорошая зарплата все официально там в отличие от кино нету такого безобразия здесь путешествия их там с ними работать путешествие с этим а сколько куда путешествовать там разные места там ну ты хорошо смотри а то тебя подставит где-нибудь чтобы на тобой не издевались а ты поставь себя прямо узнать точно все куда попало не лезь там вот хорошо что официально но плохо что сидячая работа но зато по профессии можно найти хорошее место потом перейти да сейчас на стройку например не идти а пойти туда либо пойти сейчас уже на стройку и теперь два варианта настройку либо поехать прораба у которого я уже был у которой мне понравилось сейчас только что предложил перед вашим звонком прямо позвонил перед нашим сейчас говорит муж ко мне приехать сейчас опять работа появилась у него там так ты немедленно ты ты немедленно как сказали сразу оформляйся трудовая книжка у тебя должна быть все как положено вот я пытаюсь понять либо мне по профессии работать либо все-таки на стройку идти сейчас это выбери чтобы потом не это стройка я строитель поэтому мне удобно говорить я знаю она на третьем месте стоит первое это земледелие второе там меланжевый комбинат одеть человека надо и треть это дом надо строить строительство без этого никак а все остальные там вырезанные щашки стоят в очереди ждут когда каши наложат какой бы он работник не был но не может журналист сравниваться с земледельцем журналисты нету мы ничего не потеряли земледельца нету все а там и животноводство там и пчеловодство там и птицы фабрика там все вот это самое главное но тут в городе ты этого не найдешь значит думай куда я как строитель конечно в первую очередь сказал бы настройку но вы сами решите на несколько раз вот я за всю историю сколько я жил моя история я с работы так не уходил меня выгоняли пришел указ на смеси вы швыривает никаких претензий ничего нету чтобы не занимался агитации там какую-то статью пропишут вот так а сегодня то я сам ушел сам ушел чтобы не не работать кино я сам уволился потому что плохое занятие было конечно так и а так меня тоже так не выгоняли никогда ни разу сколько я 10 лет работаю никогда меня так не выгоняли чтобы выгонять прямо а ты не помнишь какой-то был тут такой журналист его это выгоняли он отдельно было там здоровый такой крепкий сергей звать и на мотоцикле ехал он и вдруг кинулся на поперёшь и и там аппарат как фамилия даренко 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 один раз меня я помню уволили было в самом начале когда я работал фестивали мы делали международные театральные вот это был один раз у меня сейчас вспомнил вот он последнее время неоднократно выступал против путина владимира владимировича а которого такие есть они исчезают возьми ним сова генерал петров левашов я беру илюхин прекрасное здоровье кпрф главный юрист у зюганова мы судить будем путина внезапно раз и умер сразу прям сразу я гуру рохлина возьми генералы какие поэтому ты маленько приглядывайся я могу перечислять таких людей которые вот пожалуйста как даренко он под конец под концом прям пошел против все что-то с сердцем или короче видно как симка идет он прям встречным машинам летит а парапет ударился покаянием минуты секунды бог не дал даже новодворская валерия это поднялась на путина какая-то там пузырек на ноге взяли все оттуда вышло сразу в печь сожгли нету здоровая была жаба звали она при всех генерал секретарях сидела в тюрьме береги себя куда не надо не лезь следи за собой как у заключенных за своим помилом следи вдвое спорят а я молюсь в камере я вижу один прав а другой не прав но сохрани бог тебя встать теперь меня не касается если я за того заступлюся он мне лучше не станет а которого я оттолкнул он мне враг будет я все потеряю не нужны разговоры в общении только христе говоря спасители о жертве господней а про по проповеди а библии с собой всегда чтобы тебя было хоть маленький евангелие бывает салтырь очень хорошая но я не знаю ты их видишь буквы эти или нет погляди братья гидеона ведь у меня есть братья гидеона есть такой темно-синий вот у меня есть вы мне подарили чтобы тебя всегда была собой бумага карандаши какие хорошие мысли сразу раз у тебя накопится большой материал я всегда все записываю даже на службе стою молюсь и обязательно о чем говорить а раз по одно слово напишу чтобы ну зацепиться за что-то я вот стою три часа а молиться спять вот эти два часа у меня уходят на разбор почты это не всплывающие почта огромная просто новые люди приходят я себе беседующие от рулетки данной да мне главное за тащить на свои ресурсы а вот посмотрите через день просится уже принять что друзья ну да я еще не знаю я оставил это вы-то все разбираетесь в этом и и видите как у нас сколько людей прибывает ну вот я тебе сейчас все скидываю когда у нас еще где-то я найду но у меня было уже лет пять наверное я все до одной которая встречается в течение года семь с половиной тысяч страниц представь себе на странице перевести ну страницу это как сто процентов и шрифт двадцатка все отошел